Дорогие друзья, всем добрый день в студии Лизы Калинина, и у нас сегодня обалденный эфир программы «Лучшее в стране». К нам приехал, к нам приехал невероятный человек, спортсмен, он уже и актер, трехкратный победитель турнира «Мистер Вселенная» Калум фон Могер. Калум, hello. И у нас переводчик, да, Денис Успешный, Денис, привет. Ты у нас как раз будешь переводить наши ответы. Вопрос к Калуму такой, ну как у тебя настроение, как вот эти вот все перелеты, страна холодная, Россия, как настроение у тебя? Как ты? Мы первый день здесь, впервые в России. Ну успел что-то посмотреть, я уже видела в Инстаграме, что был по традиционным таким местам, Красная площадь. Только что были на Красной площади, на там, как его там, заряде, подвесной мост. Вот это вот пара баров, вчера было вечером, естественно, да. Как это пара баров? А режим? А отличное здоровое тело и дух? Как это пара баров? Что ты там делал? Ну ничего страшного, я же сейчас как бы в таком периоде восстановительный, так что можно. Это пара буквально бокалов, так что... Нормально. Хороший ресторан был, да. Хороший ресторан был, отлично. Ну смотри, что важно, дорогие друзья, вы, Колумб, можете увидеть вживую, потому что, во-первых, сегодня в конгрессно-выставочном центре Сокольники состоится встреча с НПРО-экспо-форум, и там Колумб будет общаться тоже с непосредственно участниками форума. А вот 10 ноября завтра уже состоится пресс-конференция, встреча с поклонниками, автограф-сессия, где Колумб будет отвечать непосредственно на ваши вопросы, так что приходите в Сокольники. У меня такой вопрос, Колумб, ты теперь же и звезда кино и телевидения, ты снялся в фильме, тебя еще называют вторым Арнольдом Шванцеггером, ты играл роль по-настоящему. Понятно, что сегодня мы будем много говорить и про здоровье, и про твое тело невероятное, но ты теперь и актер, вот как тебе этот опыт, потому что вышел фильм «Больше», да, вышел фильм «Больше», и ты там играешь одной из главных рарей. Ну, я долгое время занимался бодибилдингом, до сих пор бодибилдингом, и сыграть Шварценеггера, ну, конечно, для меня на самом деле это было совершенно естественно. То есть, правда, было очень интересно, мне это очень понравилось, и мне досталось, что мне это далось очень легко. Это был, конечно, уникальный, потрясающий опыт для меня, и я бы очень хотел продолжать эту карьеру. Ну, то есть, в смысле, актерское мастерство тебе было не чуждо, это было несложно, ты, в принципе, не волновался, нормально, вписался в процесс, такого прям перевоплощения не ощутилось? Да, да, совершенно нормально, то есть, чуть-чуть, может быть, нервничал, самый чуть-чуть, то есть, что акцент все-таки, у Арнольда, астрийский акцент. Да, 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 там же играть нужно акцент. Да, но у меня австралийские и астрийские, там они очень похожи в этом плане, так что, ну, практически сразу вжился в роль, так что, ну, это очень легко удалось, и мне очень понравилось, правда. Слушай, вот мне так нравится, такой режим, такие вокруг звезды, сам звезда, и ты такой расслабленный, такой уверенный в себе, вот за счет чего у тебя такая гармония внутри, ты не переживаешь, не волнуешься, как ты вот к всему относишься, очень даже весело, свободно, шутил, смеялся. Вот дай нам совет, как не волноваться, как чувствовать себя так, уверенно. На самом деле, во многом это связано с родителями, потому что у меня была очень хорошая дружная семья, и я вообще стараюсь, знаете, не накручивать себе ничего, просто, знаете, жить, вот как вот, как все есть, так и есть, то есть, не заморачивайся, просто живу, не заморачивайся. Не заморачивайся. Конечно, да, главное, просто не заморачивайся, просто живите, не заморачивайтесь. Мы будем учиться. У тебя такие перелеты, такой непростой график, но ты режим сейчас держишь, то есть питание, спорт, тренировки, несмотря на такие часы, ну, такую разницу во времени, все по режиму, вне зависимости от города. Да, это очень хороший вопрос, мне часто очень задают этот вопрос, особенно, когда ты пытаешься, допустим, тренируюсь ли я правильно, ли я питаюсь, отдыхаю ли я, то делаю я все по часам и так далее. Ну, расписание очень важно, потому что мало ли что пойдет, потому что бывает там рейс отменили, бывает, что зала нет, бывают нужные еды нет и так далее, поэтому эти все вещи планируешь заранее и пытаешься максимум придерживаться режима. Да, самое главное, это избегать ненужного стресса, потому что хуже всего на тело влияет стресс, стресс выбивает тебя из колеи, кортизол там выше крыши поднимается, мышцы сразу сыпятся и все такое, поэтому главное это не психовать, главное это не истерить, так сказать, как только находишь нормальную еду, сразу же кушаешь, спишь, тренируешь и так далее, но главное не накручивать и ни в коем случае впадать в стресс. Ну, в России нормально с едой? Нормальная еда, просто сказали? Нет, в России пока все нормально, да, с едой пока проблем нету, то есть утром покушал, позавтракал вчера вечером, поужинал, так что вот сейчас я немножко уже чувствую, меня уже урчит желудки, придется после эфира зато покушать. Да, зато классный веселый эфир будет, так что нормально, голод, голод подождет. Смотри, вот у тебя в инстаграм очень много видео, у тебя 3 миллиона подписчиков, понятно, но я посмотрела, что тебя в основном люди спрашивают, вот всех больше интересует, как вот этот успех, такую форму удержать длительное время, то есть несмотря ни на что, ни на режим и так далее, тренироваться, не лениться, питаться, то есть не такой, не одноразовый успех, а вот именно его продлить, как это сделать, вот по твоему опыту? Нет, отличный вопрос, и на самом деле это привычка, во многом это режимы привычки, да, да, это на самом деле, и когда я еще рос, мне было 14 лет, с этого возраста я начал как раз входить в тренировки, это диеты, регулярные тренировки, определенный протокол, который ты соблюдаешь каждый день, то есть это происходит не просто так, то есть это привычка, которая вырабатывается годами, то есть это все годы, годы тренировок и годы режимов, которые ты уже настолько вжился, что ты по-другому уже просто не можешь, и когда это уже все хорошо налажено, то есть это уже просто естественно для меня, да, ну в это нужно тоже войти. То есть это как бы не проблема, это просто уже как образ жизни, и для тебя никаких сложностей с этим нет? Да, для меня это образ жизни, конечно. То есть это именно лайфстайл, да, это образ жизни, то есть это ежедневный протокол, которым вы услышали, диеты, тренировки и так далее, то есть все, что необходимо. И этот год для меня выдался очень сложным, потому что у меня было две крупные операции, вот на бицепсе последняя произошла три недели назад буквально, то есть видите, и шесть недели назад на квадрицепсе, потому что у меня была трехквадрицепс, поэтому, знаете, я упал со скалы, сорвался с обрыва в Австралию, поэтому это, конечно, очень ударило по моей карьере, и на батибилоке, то есть в шесть месяцев я практически не тренируюсь, только поддерживаю немножко, но самое главное это не расслабляться, делать все, что ты можешь для того, чтобы дождаться восстановления. Потом снова войти в строй. Ну хорошо, вот мне что интересно, ты постоянно говоришь, что нужно избегать стресса, но ты трехкратный победитель турнира Мистер Вселенная, это же невероятная конкуренция, наверняка вы там как-то так уже относитесь друг к другу, как враги, может быть, я не знаю, как в этом всем, ты все равно умеешь расслабляться, улыбаться, получать удовольствие от процесса, ну не знаю, как ты это делаешь, да? Ну вообще батибилдинг это очень интересный спорт в этом смысле, то есть на самом деле это спорт одиночек, потому что, конечно, это спорт одиночек, ты сам по себе, в том смысле, что по большей части, когда ты не на турнире, ты предоставлен сам себе, то есть это все на тебе, понимаете? То есть для меня самое главное, я ни о ком не думаю, мне плевать, кто в какой форме придет, кто там какой конкурент, мне абсолютно без разницы, я концентрируюсь на себе, представляете, я буду сейчас думать о том, а в какой форме мой конкурент придет, но я же их не могу контролировать, я могу контролировать только себя, поэтому я сохраняю это душевное спокойствие, думаю о себе, для меня самое главное прийти в своей лучшей форме, а в какой форме придут конкуренты мои на конкурс, это уже их дело, меня это не беспокоит абсолютно. Не надо думать больше о себе, а не о других. Это вообще будет замечательно. Веселиться, получать удовольствие. В эфире «Человек дзен», «Человек гармонии», «Каллум фон Могер». У нас небольшая пауза, нам надо выдохнуть, переварить это все. И мы скоро вернемся, задавайте свои вопросы. Инстаграм, группу ВКонтакте «Страна FM», мы все озвучим. Будьте со стороны. Друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина в студии. У нас в гостях сегодня Каллум фон Могер, известный атлет, актер, трехкратный победитель турнира «Мистер Вселенная», Денис и его переводчик. Замечательный голос, который в русском варианте озвучивает нам Калма. Калма, такой вопрос. У тебя режим постоянно в спортзале. Это понятно. Но ты же любишь еще и другие виды спорта. Вот чему ты отдаешь предпочтения? Что, может быть, тебе нравится? Что ты хочешь освоить? Вот расскажи, поделись планами. Других упражнений, может быть, видов спорта. В спортзале, да, специфика. Ну, именно сейчас я занимаюсь именно восстановлением, потому что мне нужно, чтобы у меня полностью зарос бицепс, конкретно и квадрицепс. Да, конечно. То есть потом я снова вернусь к тренировкам, для того, чтобы вернуть себе форму, опять-таки, которую я немножко потерял, немножко подсдулся. То есть мне нужно, ну, как минимум, килограмм 10 накинуть сверху. Да, ну, просто набрать мясо, которое у меня было до того, как я повредился. Вот просто снова стать прежней версией себя. Это вот первый шаг. So, dance classes, maybe, surfing, классы, да, танцы. Ну, я вообще человек очень активный. То есть я очень много плавал, мотоциклы, моя большая страсть, особенно по молодости, футбол, рыбалка активная, подводная рыбалка, спортивная. То есть я постоянно активный. То есть для меня это естественно. Но не сказать, что я хочу в чем-то прям преуспеть. Для меня все-таки... Ну, понятно, да. Ну, просто я когда смотрела инстаграм твой, я видела, что у тебя там куча таких парней, друзей, корешей по-русски, и постоянно вы гоняете на мотиках и так далее. Но тебе же нужно беречь свое здоровье, свое тело. А ты такой экстремал. Понятно, вот одна операция, вторая. То есть, в принципе, ты же должен понимать свою ответственность. Следишь за этим? Потому что стороной кажется, что ты такой рисковый парень. Ну, знаете, вы не первый, кто говорит мне, что я, скажем так, безбашенный. Ну, кажется, такой образ, такой образ. Да, может быть, это неправда. Ну, слушайте, ну, я стараюсь жить полной жизнью, понимаете? Пока жизнь одна, я понимаю, что, да, может быть, это немножко безответственно. У меня отец мой говорил, ну, Каум, ну, что же ты? И все такое. Но вот насколько могу, контролируя себя, но по поводу вот этой скалы, с которой я сорвался, ну, вот, знаете, ну, не мог я предвидеть. Ну, конечно, это урок, это урок. Конечно, я буду обязательно осторожнее в будущем. Промисс, обещаю. Да, я обещаю, обещаю, клятно клянусь, что буду осторожнее. У нас вопрос поступает. Что с музыкой у тебя? У нас все-таки станция музыкальная, канал музыкальный. Может быть, ты заценил русские треки, но даже не в этом случае. Что ты любишь? Какие жанры? Да, вот под что ты тренируешься? Что любишь для отдыха? В общем, да, твой плейлист. Нет, на самом деле мне очень нравятся. House. О, верно? Да, Electric. Вот эти новые стили. Но при этом Heavy Metal, естественно, Rock, Heavy Metal, там, Rammstein, там, что угодно. То есть, по поводу плейлистов, раньше, сейчас я так уже не заморачиваюсь. На самом деле просто воткнул любой трек и пошел тренироваться. Вот, ну, российский техно, почему нет? То есть, в принципе, да, я сидя на этом плане. Слушай, ну, мы тебя ждем на какой-нибудь фестиваль крутой наш, чтобы ты уже в качестве гостя просто приехал отдыхать, а не по рабочим моментам. Мы надеемся, что... Слушай, а вот так сейчас, допустим, подходят люди, спрашивают какие-то советы. Вот какой топ вопросов, которые тебе задают, и ты понимаешь, что вот они основные проблемы, почему люди не могут достичь своей цели? Вот в чем они? Почему ты, допустим, смог, и у тебя такие нереальные просто результаты, а кто-то не может? Ну, смотри, если вот прям самый-самый популярный вопрос, который мне задают, можно с вами сфоткаться? А, ну, это понятно, да. Ну, тут имеется в виду for motivation for, для результата, да. Вот что мешает людям? Да, что мешает, чтобы достичь такого результата? Ну, всем хочется, как похудеть, как набрать массу, как там накачать грудные, как там сделать пресс, какие добавки принимать, сколько белка есть, сколько калорий употреблять и так далее. Потому что, естественно, в этом у меня большой опыт, потому что касается употребления различных добавок, диеты и так далее. Ну, и у меня есть свой сайт, calphomarget.com, где как раз я провожу онлайн-курсы, то есть я выступаю коучем в ряду людей, то есть тем к тому нужен совет подобный. Поэтому вот в основном такие вопросы плюс. А сейчас у меня выходит, знаете, моя линейка спортивного питания. То есть это протеиновые порошки, это притреники, дополнительные различные добавки. То есть, ну, я стараюсь освещать, то есть по-то сути охватить. Все, что помогает тебе, да, ты делишься опытом. Вот это, наверное, топовые вопросы. То есть различные светы связаны с бодибилдингом и фитнесом. Ну, и я всегда рад поделиться, так сказать, своими успехами, рассказать все, что я знаю. Что касается твоей семьи, как они? Ты для них пример, мотиватор, они спортом занимаются, хотят построить такое же красивое тело, или они, ой, у нас один уже есть, и все. Красавчик такой, спортсмен. На самом деле, в плане мотивации, вообще все, что касается, ну, естественно, моя семья смотрит, а естественно, в каком-то смысле, можно сказать, что я для них ролевая модель в определенном смысле. Но они сами тренируются тоже, у тебя что-то спрашивается, потому что ты их сам тренируешь. Нет, вообще, мои вот старшие сестры и брату, кстати говоря, я начал качаться из-за брата, из-за старшего брата, потому что я хотел быть как он. В подростковом возрасте, да? Да, 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 хотел всегда догнать его, да. Да, да, я спринансового старшего брата, хотел быть как он, поэтому изначально мотиватором был он, сейчас уже я мотиватор. Ну, и брат сейчас тренируется, занимается? Нет, он изначально был больше, чем я, да, у него было больше мышц, я был слабенький, хиленький, хотел скрыть ситуацию, он был для меня моделью, только ориентируем. Вот, и всякий раз, когда он, может быть, по работе, когда он уходил, я там украл его предтреники, его протейновые порошки, так сказать, да, постарался там втихаря качаться, чтобы... Потом он ушел в армию, да, а я вот продолжил заниматься бодибилотами. Ну, и в конце концов, конечно, я его перерос. Ну, что поделать, да, ну, ладно. Слушай, вот, когда всякие крутые люди, так, иностранцы приезжают к нам в страну, в Россию, все отмечают, какие у нас классные, красивые, стройные девушки. Что скажешь ты? Нам интересно узнать и твое мнение, Калан. Ну, есть такой стереотип, что в России красивые девчонки. Я понимаю, что ты сейчас скажешь «да», конечно же, но ты же оценил уже? Нет, ну, естественно, кстати, российские гимнастки, российские туристические, естественно, я в курсе. Все наблюдаешь, следишь? Все наблюдаю. Вот, они по телеку везде, они в соцсетях и так далее. Плюс, ну, абсолютно репутация. Ты отмечаешь. Да. И, кстати, у меня друзья поздно спрашивают, там, вы там, познакомь нас, вам сказать, пожалуйста, можно, там, когда вернешься из России, пожалуйста, с парой невест, пожалуйста, приезжай, нам тоже хочется. Серьезно? Конечно, да, то есть в этом слава идет, и я, видите, здесь буквально полтора дня, поэтому, скажем так, до этого пока еще не дошло, да, ну, кто знает. Нет, то есть в этом, да, уже это видно, что девушки красивые. Это правда, подтвердил, классно. Смотри, но ты, когда приезжаешь, ты же видишь, что у нас народ какой вот, стройный? Или вот есть, кому нужно там потренироваться? Ну, в общем, массе как бы. In general. Ну, кстати говоря, толстых немного. Немного? Да, вот так, первое впечатление, что люди, в принципе, ну, только нормально, в принципе, достаточно, так сказать, подтянутые многие, то есть, ну, я имею в виду, судя по лицам, то есть, ну, не сказать, что прям все прям не в форме. У нас просто холодно, у нас все в куртках, в шубах, поэтому ты не видишь. Ну, конечно, да, то есть, видно, что все торопятся куда-то, потому что всем холодно, наверное, поэтому, ну, в целом, впечатление нормальное. Друзья, мы совсем скоро вернемся, у нас небольшая пауза. Будьте страной, ФМ. Дорогие друзья, всем еще раз привет. Лиза Калинина в студии. У нас в гостях сегодня Калым Фон Могер, атлет, известнейший актер, Денис его переводчик. Калым, вот что я хочу тебе сказать. Мы же встретили счастливого человека. Вот круто, когда парень в 14 лет мечтает стать чемпионом, а может быть даже не мечтает, но занимается тем, что ему нравится, а впоследствии получает вот такой результат невероятный. То есть ты же, получается, исполнил свою мечту. Вот, как говорят, американская мечта исполняется. Ты же реально исполнил мечту свою. Да, 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 именно так. Одно дело – работать и зарабатывать, но совершенно другое дело – заниматься любимым делом и зарабатывать на любимом деле. Это совершенно другое. Мне вот посчастливилось, что… Я, конечно, даже мечтать об этом не мог. А когда я только начинал ходить в тражерный зал, то есть я даже представлю себе не мог, что вот так все сложится, что я стану и чемпионом, и звездой. И тут просто вот так все случилось. Я думал, может, ну, в армию пойду. Ну, там, не знаю, на стройке буду работать, там, не знаю, еще что-нибудь. Все такое. То есть, ну, это вот… Потому что… Ну, я следовал зову сердца. И вот… Несмотря ни на что. Конечно, несмотря ни на что. И вот куда мне это завело. Кул. Кул. Слушай, ну, а ты же вот, когда тебе было 14 лет, вообще даже не мог представить, что будет такой успех, такой результат. Ну, то есть ты просто занимался тем, что тебе нравится, вот и все. Ну, по крайней мере, то, что я читал в других интервью твоих. Нет, конечно, когда мне было 14 лет… Не мог даже представить. Конечно. То есть я даже представить, я вообще не думал о карьере. В 14 лет я думал о том, каком должен быть размер моего бицепса, знаете, и сколько там я буду делать, не знаю, сколько поднимать на грудь и так далее, и как стать больше, чем брат. То есть я просто жил одним днем, то есть вообще даже мыслей такого не было. То есть это просто на меня свалилось. Слушай, а были люди, которые говорили, да что-то это все несерьезно, это все так, как хобби, останавливали тебя. Ну, как ты на это, как ты реагировал на это? Нет, конечно же. Встречался с этим? Моя мама, конечно же, критик номер один, потому что она говорила, Каллум, будь серьезным, найди нормальную работу. Путербург, это все несерьезно, ты что, найди нормальную работу. И поначалу она была против, она не хотела, чтобы я качался, и все такое, потому что если бы, ну, если бы мама моя хейтер такой, понимаете, ну, понимаете, если уж я с мамой справился, то с остальными путь хейтят меня, сколько хотят. Мне этот хейт вообще без разницы, я абсолютно успокоен, я толстокоша в этом плане абсолютно. Даже если еще я маму не слушаю, говорю, мам, спасибо большое за совет, мне, я пойду своим путем. А как ты маму переубедила? Она тебе прям запрещала этим заниматься? Или просто постоянно критиковала, что говорила, говорила, говорила? Ой, слушай, да. Она говорила, что если, вот пойдешь, увидишь, что пойдешь в зал, никакой еды тебе, все, никаких карманных денег, все, или там заставляю тебя там мыть посуду, или что-нибудь еще там и так далее. То есть, ну, всякие придумывала такие мне страшилки. Барьеры. Если я что-то себе вбил в голову, меня уже не остановишь. Вот. Ну и потом, собственно, хорошо, ну ладно, оставила меня без еды, и просто говорила, ладно, не надо мне твоей еды, найду работу, сам буду зарабатывать, сам буду себя кормить, все такое. То есть, в итоге она сдалась. Круто, кул, а вот сейчас остались твои друзья, которые были с тобой в детстве, может быть, со школы? Вот сейчас, когда у тебя, ну, такой левел, поддерживаешь связь со своими друзьями детства, школы, остались? Ну, просто бывает успех, это тоже определенный такой барьер. На самом деле, у меня до сих пор есть друзья с школьной скамьи, и когда я, собственно, переехал, то есть, я, несмотря на это, не потерял связи, то есть, мы с ними общаемся, и на самом деле, у меня не такой большой круг друзей, но это действительно тесные друзья, то есть, настоящие друзья, и я очень часто с ними встречаюсь, когда могу, когда есть свободное время, для меня это очень важно, да, то есть, я оставался, ну, нормальным человеком, поэтому, да, это важно. Хорошо, вот смотри, я уже спрашивал тебя про твою актерскую деятельность, тебе понравилось, ты как бы влился в процесс, есть, ты сейчас, тем более, живешь в Лос-Анджелесе, там, где все это развивается, всякая индуиндустрия, есть ли вообще такое в планах, ну, стать актером, потому что тебя уже называют новым Арни, он же прелестящий актер, может быть, ты пойдешь по этим, по этому пути, по этим стопам? Да, я тоже об этом думаю, как раз, знаете, когда я переехал в Лос-Анджелес, я прям вот очень хотел стать актером, прям у меня была мечта, там, заняться актерским мастерством, там, агента найти себя и так далее, просто, стану актером, стану актером, и потом, ну, сразу это не произошло, прошел год, прошло два, думаю, где же это, и вот, я уже, не знаю, слушайте, у меня есть амбиция, но это все не реализуется, думаю, он как-то уже начал беспокоиться, думаю, ну, ладно, займусь бодибилдингом пока, вот, а потом, ну, как произойдет, так произойдет, ну, может быть, еще время не пришло, поэтому просто ждал, ждал терпеливо, занимался своим делом, занимался выступлением, бодибилдинг, я думаю, что, думаю, ну, кто-нибудь меня заметит, кто-нибудь мне позвонит, кто-нибудь меня найдет, просто я верил, что придет время, когда мой потенциал заметит, ко мне обратиться, всему свое время, конечно, да, просто ждал терпеливо и дождался, но на самом деле, такие вещи планировать очень тяжело, потому что, ну, это все вне моего контроля, я же не знаю, что там будущее мне сулить, но я должен быть всегда готов, поэтому я делал максимум со своей стороны, для того, чтобы быть к этому готовым, когда, собственно, меня позовут, я должен буду быть во всеоружии. То есть, может быть, ты потом тоже станешь губернатором, политиком, кто знает, да, всякое может быть, кто знает. Ой, слушайте, не уверен, что это мое, то есть, пока, естественно, я даже об этом не думаю, меня политика не интересует, вот, это точно не мое, по крайней мере, пока. Ну, просто раз есть такие примеры, это так просто, просто мысль, это уже на идее. кто знает, в будущем, кто знает. Смотри, у тебя сейчас будут мастер-классы, да, у тебя завтра встреча с аудиторией твоей, мы тоже хотим в эфире страны ФМ, у тебя попросить совета, вот, допустим, мы хотим быть в хорошей форме, вот, чего нам вообще начать, что нам нужно делать, чтобы выглядеть прекрасно, хорошо, и такие проверенные методы, чтобы быть в форме прекрасной. Конечно, конечно. Смотрите, первое, это решение. Так, принять решение, железно. Это решение, действительно, вот, сказать, так, все, я готов, я это сделаю. Я готов, что бы ни произошло, неважно, без отмазок, абсолютно, это называется ментальная дисциплина, то есть последовательность. Ментальственно круто. последовательность это главное. Так вот, приняв решение, нужно регулярно тренироваться, ходить в терражерный зал, регулярно смотреть на себя в зеркало, просто если вы хотите похудеть, и хотите нарастить какие-то мышцы, например, молодой мужчина, женщина, неважно, то есть, очень важно, ограничить свою диету, то есть, никаких Макдональдс, никаких там пицц, пончиков, плюшек и прочее, то есть рис, овсянка, курица, рыба, здоровая еда, регулярные тренировки, и там 3, 4, 5 раз в неделю обязательно ходить в терражерный зал, тренироваться, то есть, это длительный процесс, и очень важно, есть достаточно протеина, достаточно белка, и обязательно тренировать все тело, чтобы быть в тонусе, и вот со временем это даст результат. То есть, несмотря ни на что, главное принять решение, сначала, вот первый шаг, the first step, то есть, то есть, если вы начинаете, уходить с этой дорожки, снова, то есть, результата не будет, последовательно, конечно, то есть, это самый главный фактор успеха, потому что это длительный процесс, то есть, это образ жизни, то есть, если вы это приняли, то есть, в качестве решения, то все, вы это удержитесь, диета, тренировки, изо дня в день. Это действительно очень полезно. Для тела это лучшее, что вы можете сделать. А ты своих девушек, друзей мотивируешь, чтобы они были в прекрасной форме? Для тебя это важно? Это является таким важным фактором внешне? Иметь в виду здоровье тела? Знаете, очень хороший вопрос. Знаете, я просто так в глаза никогда человеку не скажу, что ты разжирела, дорогая, или что-то типа того. Я так не скажу. Если Калам скажет, что ты разжирел, это обидно. Более того, я хочу, чтобы это произошло изнутри. Не так, что я сказал, Калам помог, я сказал, мне похудеть. Это должно произойти изнутри. Ты должен быть к этому готов. Другое, что если человек говорит, я тут решил похудеть, тогда я ему помогу. Я ему скажу, что давай, сделай так-то и так-то. Но намеренно насаждать на человека я никогда не буду. Ой, какой правильный парень. Друзья, мы скоро вернемся. Музыкальная пауза. Друзья, Калам фон Могер у нас в гостях сегодня. Денис, его русский голос. Вот, что я узнала. Я всегда думала, когда у человека 3 миллиона подписчиков, ну почти, ну какие-то СММщики помогают вести все это дело, даже несмотря на то, что человек популярный. Оказывается, Калам все делает сам. И те советы, которые он дает в интернет-пространстве, его личный опыт. Калам сам ведет Инстаграм. Не так системно, как хотел. Ну то есть это никто, никакой не менеджер. Нет, для Инстаграма нет. Я все делаю сам абсолютно. Все сам. Круто. Молодец. Нам респект по you. И там у тебя тоже... По крайней мере, мои фоллеры, мои подписчики, то есть они будут знать, что это все от меня идет. Здесь нет никаких фильтров, то не то, что там кто-то что-то там придумывает. Ну имеется в виду никакого продвижения вот этого вот Инстаграма. Да, это очень-очень-очень персональная способ коммуникации с аудиторией для меня. Для меня это очень важно, это естественно. Это то есть та же площадка, где люди тебе задают вопросы, и ты по возможности отвечаешь, на них консультируешь как-то? Знаете, раньше я много отвечал, консультировал Инстаграм, сейчас это просто огромное масса вопросов, это просто невозможно. То есть если бы я начал отвечать, то есть мне бы не хватило времени вообще ни на что другое, потому что это слишком много вопросов, огромное количество. Именно поэтому, может быть, иногда я делаю вопросы-ответы, просто, знаете, прямой эфир с Инстаграм, когда я просто с экрана читаю, но это и периодически только, потому что это очень много времени занимает. Слушай, а вообще поменялось твое какое-то восприятие тебя, себя, вот когда ты, допустим, был просто парнем, который ходил там в тренажерку такую, и сейчас как-то у тебя 3 миллиона человек за тобой следят, ты путешествуешь, ты реально звезда, ты трехкратный чемпион такого престижного конкурса, соревнования, а ты мистер вселенная в конце концов. Вот как-то меняется это в твоем восприятии мира, может быть? Только честно, to be honest. Нет, ну, конечно, меняется, конечно, отличный вопрос, кстати. Прежде всего, во-первых, все, чего ты достигаешь, я даже не столько там хотел менять себя или мое отношение, я вообще никогда не считал себя лучше, чем кто-то, выше, чем кто-то, я просто занимался своим делом. Понимаете? То есть я никогда не хвастался в этом плане, то есть мне это вообще не интересует, там, слава, там, возвышение над кем-то и так далее. То есть если это нравится людям, замечательно, я буду рад. Ну, конечно, тот факт, что так много внимания, это вообще, это очень, начинаешь задумываться о том, что ты ролевая модель, что на тебя постоянно смотрят, что... Их это responsabilность, ответственность. Конечно, это ответственность, да, это ответственность, потому что на тебя смотрят, на тебя равняются, что до тобой вдохновляется, потому что очень важно быть ролевой моделью и все-таки понимать, что твои действия сказываются на жизни людей. Ну, и я всегда стараюсь придерживаться простоты, правила простоты, то есть, так сказать, не усложнять и, то есть, особенно, знаете, когда я там по магазинам хожу и так далее, просто это просто, мне тоже хочется пожить нормальной жизнью, да, я вообще не хочу, чтобы ко мне кто-то приставал. Вот. Ну, другое дело, если ко мне там вдруг подбегают там охранник в аэропорту, ой, Калом, там давай там селфи, ну, как можно отказать? Ну, ладно, селфи, так селфи, давай еще одно селфи. Вот. Но по большей части, то есть, я всегда рад, всегда рад встретиться, там пожать руку, там сделать фотку и так далее. То есть, ну, представляете, если бы я со своим идолом встретился, со своим кумиром, ну, как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись, правда? Поэтому я тоже стараюсь относиться так, как бы хотел бы, чтобы ко мне. Раз такая тема зашла, кто, кто сейчас этот идол? Есть ли, ну, если не кумиры, то какие-то такие примеры для подражания, кого хотелось бы встретить, пообщаться? Есть ли такие знаменитые люди? Знаете, когда я рос, у меня было много ролевых моделей, моих кумиров, но в основном, как я, это меня вдохновляют люди, которые вокруг меня. То есть, это люди, с которыми я работаю, с которыми я учусь, люди, которые просто меня окружают. Ну, конечно, там Стив Ривз, первый бодибилдер, первый известный бодибилдер, то есть, его тело меня очень... Он стимался в Геркулесе. Вот, он был курмером Арнольда Шварценеггера, потом сам Арнольд Шварценеггер.